Ремонт дорог, строительство школ и детских садов, вывоз мусора. Глава Самары Елена Лапушкина в рамках встреч с жителями пообщалась с сотрудниками Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Многие сотрудники учреждения живут в промышленном районе. Одна из сотрудниц спросила, когда будет отремонтирована улица Аменева. Елена Лапушкина пояснила, что уже на этой неделе рабочие приступили к укладке асфальта и рассказала, как формируется список дорог для ремонта. Сотрудники Приволжского гидрометцентра рассказали, что нередко в разных районах города контейнеры с мусором бывают переполнены. Рядом стоит старая мебель и строительный мусор. Рядом с этими площадками еще куча из домов вывозит, всякие диваны, всякие вот это складывают. Как вот с этим быть? Потому что приезжает машина, вывозит мусор, а крупнокабаритный остается рядом с этими паками. Как с этим решить проблемы? Диванов быть не должно. Диваны, окна, рамы, двери должны вывозить собственники, кто делает ремонт. Для этого нанимается техника, заключается договор. Тем не менее, рассказала глава города, муниципальные власти проводят переговоры с перевозчиком и тот вывозит строительный мусор. Кроме того, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева рекоператор будет заменен. Но эта процедура не быстрая. Прозвучал вопрос и о безопасности детских садов и школ Самары. Все абсолютно, 100% школ у нас заключили договора с частными охранными предприятиями. В обязательном порядке Росгвардия их проверяет, инструктирует и проводит тренировки. Пожарная сигнализация есть на 100% у наших заведений. Видеонаблюдение мы практически завершаем. Рамки металлодетекторов в школах абсолютно во всех. Во время встречи глава города Елена Лапушкина вручила грамоты и цветы лучшим сотрудникам Привожского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и поздравила с праздником. В этом году Всероссийская служба гидромета отметила 190 лет со дня создания. Светлана Кудрявцева, Виктория Шарая, Константин Головин. События.